Обычная девятиэтажка. Таких в Луцке сотни. Здесь в одной из квартир заканчивают собирать вещи, чтобы выехать по решению суда 27-летний Александр и его бабушка. Саша осиротел в 14, через год после того, как его мать вышла из тюрьмы. С тех пор они жили с бабушкой на ее пенсию. Сам Александр, по его признанию, работу найти не мог. Ежемесячно мы выплачивали за коммуналку примерно 20% из бабушкиной пенсии. На все остальное жили. Но после подорожания тарифов суммы в платежках стали для Александра с бабушкой неподъемными. Я вот визу оформляю. Хотел поехать в Польшу, заработать деньги и погасить долги. Об этом я говорил и приставам, и ЖЭКу, но на мои слова они не реагировали. Суд постановил в счет долгов продать квартиру. На аукционе максимальная ставка была 16 тысяч долларов. После взыскания долга, налогов и судебных издержек семья получит примерно 13. По мнению риэлторов, этого не хватит даже на захудалую однушку. В мэрии все понимают. Говорят, людей выселять не хотели, но продажа квартиры – это крайняя мера. Мы не хотим допускать этого, потому объясняем людям, что они обязаны погасить долг. А что делать? Украинцы соглашаются, что бороться с должниками надо, но жалуются, суммы за коммуналку слишком велики, а качество услуг низкое. У нас 5 человек прописано. Раньше мы в 500 гривен вписывались, а сейчас больше тысячи, и это не предел. Надо понижать тарифы. А что столько им платить? Мне не хватает денег, чтобы платить. Я получаю пенсию, муж ничего не получает. Вот и чем платить? Согласно законодательству, остаться без крова над головой можно, задолжав за коммуналку 13 тысяч гривен, чуть больше 500 долларов. Мы описываем имущество, и если долги не погасят, будем реализовывать его через онлайн-аукцион, где каждый может зайти на сайт и принять участие в торгах, чтобы приобрести имущество. Александру и его бабушке новый владелец квартиры разрешил еще не выезжать до завершения бюрократических процедур. Однако прецедент создан. Первая квартира неплательщиков ушла с молотка. И это при том, что с 1 июля тарифы на жилье вырастут от 30 до 200 процентов в зависимости от услуг. А украинцы уже задолжали коммунальщикам больше миллиарда долларов. Дмитрий Лентьюк. Украина. Настоящее время.